В трудные времена только сплоченность и поддержка друг друга могут помочь выстоять и пережить все трудности. А их в регионе сейчас немало. Жители районов, в которые пришла степная вода, сейчас уже могут оценить ущерб нанесенной стихии. Что ждет город, пока предсказать трудно. Все силы сегодня брошены на укрепление слабых мест главной артерии Урала. Интеллигенция, общественные деятели говорят о том, что все казахстанцы сейчас должны стать единым целым. С этим же призывом обратился к гражданам страны президент Касым Жумар Токаев. Остановить воду никто не может. Это стихия, которую нужно грамотно принять и пережить последствия. Тем не менее, нельзя опускать руки даже перед ней. Человека недаром называют самым разумным существом на земле. И как раз в таких ситуациях проявляется наша сущность. Это не только у нас, в нашей области. Это повсеместно. Начинается с Оренбурга, доходит до Каспия. Вот сегодня Петропавловска, вчера Хустанай. Ну, здесь мой бессильный. Мы только подчиняемся. То, что диктует нам природа. Мы должны все это выдержать, терпеть. Для этого создано человечество. Надо быть мужественным, надо быть трудолюбивым. И надо дружно пережить это трудное время. Поддержать друг друга. Надо вести себя спокойно, не паниковать. Члены общественного совета, в состав которого входят представители различных сфер, также обеспокоены сложной ситуацией в области. Они подчеркивают, что правительство окажет помощь пострадавшим, отмечают, что казахстанцы из других, не затронутых поводком регионов, не остаются в стороне. Члены городского общественного совета сопереживают всем, кого коснулась эта беда. Как и какую помощь мы сейчас оказываем. Мы встречаемся с пострадавшими, рассказываем им о том, что государство мобилизует все силы для устранения разрушений. Правительство заверило в поддержке пострадавшего населения. В регионе был премьер-министр страны. Предстоит большая работа по обновлению и реконструкции дамп и плотин. На этом должна сконцентрироваться вся страна. Сейчас усилиями многих людей ведется работа по берегу укрепительным мероприятиям. На этом задействовано максимальное количество техники и людских ресурсов.